МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Пульс Города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Комфортная городская среда, что необходимо сделать для того, чтобы отдельно взятый двор стал участником программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандалакшские общественники стали обладателями президентского гранта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добились своего. Центральная библиотека теперь носит имя Николая Колычева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Были бы идеи хорошие, а средства на их воплощение всегда найдутся. Общественным организациям нередко приходит на помощь фонд президентских грантов. Так накануне стало известно о том, что семь организаций в Мурманской области стали обладателями президентских грантов. В их числе молодежная физкультурно-спортивно-общественная организация Кандалакшского района «Довижение». Наши земляки заручились государственной поддержкой на реализацию проекта «Молодежное движение Севера», в рамках которого намерены продолжить развитие по таким направлениям, как воркаут и кроссфит. Поздравляем земляков с победой и с нетерпением ждем новых спортивных мероприятий. В Мурманской области могут увеличить штрафы за административные правонарушения. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы. По мнению депутатов регионального парламента, требуется ужесточить ответственность за ряд правонарушений, в частности, за несанкционированные свалки или парковку на газонах и детских площадках. Основное предложение – минимальную планку за несоблюдение закона оставить на прежнем уровне, а вот максимальный штраф увеличить в несколько раз. Какой должна быть верхняя планка, очевидно, решится на ближайшем заседании областной думы. В качестве крайней меры предельный размер штрафа за перечисленные выше нарушения предлагают установить в размере 20 тысяч рублей. Добились своего. Центральная библиотека Кандалакши теперь носит имя Николая Колычева с инициативой присвоить учреждению имя нашего земляка. Писателя и поэта коллектив учреждения выступил больше года назад. По целому ряду причин ход бумаги дали не сразу, но теперь вопрос решен. Специальная комиссия, созданная при администрации, изучив все представленные документы и ознакомившись с мнением родственников, Николая Владимировича дала добро на присвоение имени поэта Колычева Центральной библиотеке. Помимо этого, на фасаде дома, где размещается учреждение, будет установлена мемориальная доска с барельефом. Ее изготовлением сейчас занимается кандалакшский художник Валентин Мыздриков. Впереди круглая дата. 24 октября. День рождения поэта Земли Кольской. Николаю Колычеву исполнилось бы 60. Этим летом сразу в нескольких кандалакшских дворах проведены работы по благоустройству. Построены тротуары и парковки, уложен новый асфальт. Кое-где появились еще и детские площадки. Это стало возможным благодаря участию жителей многоэтажек в программе по формированию комфортной городской среды. Ее реализация будет продолжена в нашем городе и в будущем году. Пару лет назад в нашей стране был запущен приоритетный проект формирования комфортной городской среды. У россиян появилась возможность привести в порядок дворовые территории и общественные зоны. Мероприятия финансируются в основном за счет средств федерального и регионального бюджетов. Часть затрат 20% от стоимости ремонта берут на себя жильцы домов. В результате только в кандалакшу преобразились порядка 20 дворов. И работа в этом направлении будет продолжена. Сейчас самое главное – собственникам жилья не опоздать с подачей заявки на участие в программе. Ну а что для этого нужно, рассказали в управлении городским хозяйством. Первое желание, наверное, желание собственников участвовать в данной программе. Есть желание, идем в управляющую компанию, которая, скажем так, управляет домом, реализует все наши желания и хотелки. Идем туда, говорим о том, что мы желаем участвовать в формировании комфортной среды, принять участие. Готовы принимать, самое главное, еще финансовое участие. На сегодняшний день это 20% от общей стоимости работ. Опора на желание и мнение жителей – это основной принцип программы формирования комфортной городской среды. Именно граждане должны выступить инициатором общего собрания жильцов, на котором тема участия дома в программе должна стать заглавной, а все решения прописаны в протоколе. Общее собрание, протокол, в котором решение о включении дворовой территории в муниципальную программу. Первое идет, да, перечень работ, которые мы хотим видеть, значит, доля финансового участия, но она уже определена. Определение порядка сбора денежных средств на этом с участием уже управляющей компании. И решаем, что если выходим за рамки дворовой территории, то есть мы должны понимать, что потом мы будем это содержать и обслуживать. То есть вот это тоже в протоколе прописывается. Протокол общего собрания собственников жилья – снова проекты по благоустройству отдельно взятой дворовой территории. Ее готовит управляющая компания, а после направляют вместе с заявкой в администрацию. Дальше за работу принимается специальная комиссия, сформированная из общественников и депутатов. Им предстоит изучить все проекты, оценить заявленные объемы работ. Каждое предложение оценят по нескольким критериям. Критерии какие? Доступность маломобильных групп, доступность какой-то социальной рядом сферы, скажем, библиотеки, поликлиники. Вот эти вот комплектность работы. Под комплексностью понимается полный перечень работ. В качестве примера можно привести дом 55 на Первомайской. На средства фонда капитального ремонта в многоэтажке привели в порядок фасады по программе «Комфортная городская среда двор». Или, например, участок набережной от 133 до 139 дома. В результате участия собственников квартир в программе преобразились сразу несколько дворовых территорий. Но это не значит, что все проекты Кандалакшан должны быть именно такими, но предпочтительнее. Самое главное – сейчас успеть подать заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Они будут приниматься до середины ноября. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Впереди короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь до завтра. Увидимся, как обычно, ровно в 19.00 на ТНТ-4. Не пропустите пульс города. Всего вам доброго и до встречи.